Значит, доминанта к минору. Спросить у меня, с моей профессией, о любимой музыке, то же самое спросить у Дон Жуана о любимой женщине. Его любимая женщина та, с которой на настоящий момент общается. До начала выступления Михаила Казинника и его музыкантов считанные минуты. Совсем скоро зрителям предстоит отвлечься от гаджетов, пробок и прочей суеты, чтобы погрузиться в атмосферу классической музыки. Человек, когда вторгается музыка, не готов к этому восприятию. Поэтому моя задача — создать искусственно то состояние, в котором человек воспримет музыку. И это не количество вузовских знаний, поверьте. Это настройка организма на волну искусства. Когда сегодня я буду говорить о разной музыке, то каждый раз это всегда будет превосходная степень. Потому что я хочу, чтобы люди заразились этой любовью и почувствовали ее. Сегодня приоритет не каждая сиюминутная вещь и явление, а вечность. Потому что есть, я сегодня об этом буду говорить на концерте, два мира. Мир грубой материи и мир тонкой материи. Грубая материя. Мы ее наелись за тысячи лет с войнами, с гадостями, с политикой, сколько угодно. А тонкая материя — это единственное, что защищает и объединяет человечество. Вершина искусства — музыка, потому что она невербальна, не излечена. Классическая музыка — это не только звуки. Это очень сложный, сложноустроенный язык коммуникации. Вот представьте себе композитора, которому нужно согласовать 70 инструментов в оркестре. Это же инженерное решение, по сути дела. И вот извлечь из 70 инструментов гармонию — это просто очень сложноустроенное мышление нужно иметь. Если, начиная с детского возраста, не формировать сложноустроенного мышления, не получишь инженера, способного создать сложный инженерный механизм. Талантливый скрипач Борис Козинник, лауреат международных конкурсов, пианист-виртуоз Вячеслав Зубков, а также лауреат музыкальных конкурсов, виолончелистка Татьяна Тутынина, в этот вечер исполняли Баха, Шуберта, Мендельсона, а также приготовили зрителям музыкальный сюрприз. В числе прочего мы будем исполнять это произведение, можно сказать, последнее, заключительное, даже на бис своего рода. Это шутка а-ля Вивальди. Произведение, в котором мы начинаем в таком классическом стиле, это могло бы быть вполне написанным. Вивальди — это произведение, однако потом в середине происходят совершенно неожиданные вещи, и Вивальди неожиданно превращается в джаз. И наш пианист, который, кроме того, что он еще замечательный классический пианист, он покажет, во что он гораст в стиле импровизации джазовой, например. Фирменный стиль выступлений Михаила Казинника — это сочетание интересных историй с проникновенным, захватывающим дух исполнениям, благодаря чему классическая музыка становится близкой и понятной даже малоопытным слушателям. У нас будет 4х4, 15 вариантов линий. То, что и как мозг реагирует на это, я даже не могу вам передать. Постепенно это становится частью мозга и становится основой для колоссального логического мышления. Слушайте. Музыка. 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 Сверхспособность музыки оказывать терапевтическое влияние, известно с давних пор. Бич наших дней, стрессы и хроническая усталость. Если человек хочет достичь равновесия, уйти от суеты, расслабиться со всеми стрессами, то это Карелли, величайший член Аркадийской академии, перед которым преклонялся мир, он никогда не был забыт, в отличие от Баха. Бах на 93 года был забыт, Вивальди на 200 лет. Карелли никогда, и он всегда влиял на всех. Поэтому одна из рекомендаций — это музыка Арканжела Карелли. А более широкая рекомендация — музыка эпохи барокко. Субтитры создавал DimaTorzok